Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса Президента Украины, к нам присоединяется. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Но сначала хотим спросить вас о визите премьер-министра Японии в Киев. Прибыл ли уже Фумия Кисида и о чем будут переговоры с Владимиром Зеленским? Ну, вы же знаете, наш принцип, очень важный принцип, это безопасностный принцип. Мы говорим о самой визите, о содержании визита, только когда, собственно, уже он состоялся. Поэтому давайте дождемся официальных релизов и президента Украины, и, соответственно, от премьер-министра Японии. После этого сможем внятно прокомментировать, что, как и почему происходит. Ну, а сам визит, он символичен. Безусловно, Япония одна из ключевых стран в демократическом лагере. Она, соответственно, всегда очень остро чувствует нарастающие, например, проблематики в Тихоокеанском регионе, прежде всего. А для нас это сегодня важно на фоне визита господина Си в Москву. И, соответственно, конечно же, очень важно поддерживать правильное понимание процессов, которые происходят в том регионе. А визите Си Цзиньпина в Москву, какое значение он имеет для Украины и имеет ли? Ну, прямого такого безусловного значения, конечно, этот визит не имеет. Потому что, все-таки, мне кажется, Китай гораздо умнее, чем современная Российская Федерация. И сделает выводы, правильные выводы из того, что происходит на линии фронта, как таковой. Ну, то есть, учитывая, что война идет уже больше года. И, соответственно, все заявления Путина накануне войны, особенно сделанные, вы помните, на Олимпиаде в Пекине, когда Путин, мы так прекрасно сейчас понимаем, очень красочно расписывал, как быстро он поставит на колени не то, что Украину, а всю Европу и будет доминировать на европейском континенте. Тотально, безусловно и так далее. Сейчас очевидно, что и для Китая, и для многих других стран, которые каким-то образом смотрели на Россию, как на действительно страну способную реализовать масштабные задачи. Мне кажется, что сейчас Россия в их глазах выглядит как примитивное, ничтожное государство, недееспособное с тех целеполаганий, которые она предлагала. И, соответственно, конечно же, России важно заручиться поддержкой Китая в конкретных материальных направлениях. Это, прежде всего, ресурсность, это, прежде всего, возможность продавать свою сырьё в большом объёме. Это, прежде всего, возможность получать те или иные деньги, это возможность найти всё-таки лазейки для обхода санкций и устроить, так называемый, параллельный импорт. Это, конечно же, оружейные технологии, которые Россия сейчас истерически ищет везде. Я, кстати, хочу заметить вот такую психологическую особенность, которая чётко подчёркивает то психическое состояние, в котором сегодня Россия находится. Вы понимаете, что в течение вчерашнего дня, пока самолёт господин Оси подлетал к Москве, Россия на разных своих информационных ресурсах постоянно, самолёт взлетел, самолёт летит, самолёт буквально сейчас будет приземляться, самолёт уже в Москве, самолёт встречают и так далее и тому подобное. То есть это говорит о вторичности и даже третичности Российской Федерации, о её достаточно трусливой модели поведения. Они понимают, что без Китая у них нет ни малейшего ресурса противостоять войне, только теперь внимательно. В войне против Украины у России без помощи какой-то другой страны, особенно большой страны, нет ни малейшего шанса. То есть понимаете, как изменилась конструкта глобальной политики сейчас? То есть очевидно, что Россия это подсознательно прекрасно понимает. И поэтому она так заискивающе себя ведёт перед Китаем, что опять же очень чётко характеризует происходящие трансформации в глобальной политике. С другой стороны, Китай же всё-таки не наивная страна, которая за чистую монету воспринимает все вот эти слащавые речи сегодня и Путина. А кстати, знаете, тут ещё один есть нюанс, тоже на него обращу внимание. Путин ведь сейчас полностью раскрылся. То есть если раньше Путина воспринимали как серьёзного игрока, потому что не очень глубоко анализировали, что он говорит, какой образ мышления у него, какую аналитику он использует для того, чтобы делать те или иные выводы, то сейчас Путин выглядит как очень примитивное такое существо, которое действительно не понимает процессы, происходящие в мире в целом, и не готов их правильно комментировать. Это очень важный параметр, потому что всё-таки переговорный процесс — это личностный, межличностный процесс, это часто субъективный процесс, и, соответственно, когда лидер большой страны, такой как Китай, видит перед собой собеседника, не совсем адекватно оценивающую окружающую реальность, то соответствующие выводы он и делает. Есть инициатива президента Зеленского, она очень чёткая, внятная, что и Китай, который в последние, скажем так, недели занимает более активную позицию с точки зрения оценки происходящих в Украине событий. Мы помним, что это началось после инициативы Китая в виде 12 шагов так называемого мирного плана. Ну, на самом деле, ещё раз подчёркиваю, здесь мы не видим пока план конкретный, потому что план должен быть логистически внятно прописанным, к сожалению, пока этого не видим. Но, тем не менее, Китай активно начал комментировать тему войны в Украине, Китай активно начинает показывать свою позицию, и, безусловно, президент Зеленский абсолютно своевременно говорит о том, что готов объяснить первую природу войны, объяснить, как эта война развивается, объяснить, что такое территориальная целостность и суверенитет Украины, и почему Россия не имеет права вмешиваться в эти две фундаментальные ценности Украины, и что война не закончится, если Россия будет позволена сохранить какую-то часть под оккупацией и так далее. И для этого необходим, безусловно, с учётом, опять же, психологического состояния современной международной дипломатии, как таковой, соответственно, президенту Зеленскому было бы выгодно объяснить это всё непосредственно председателю КНР. Мы сегодня имеем множественность площадок, на которых идёт подготовительная работа, на которых идёт согласование тех или иных позиций, и, несомненно, смотрим развитие сюжета по встрече Си Цзиньпиня и субъекта Путина сейчас в Москве. То есть у них вчера была неформальная встреча, сегодня будет формальная, формализованная встреча, которая закончится, безусловно, подписанием каких-то документов, ну, имеется в виду договор, наверное, о глобальном сотрудничестве России, я сейчас, ирония говорю, и Китая, потому что Россия не является субъектом, который может что-то предложить той или иной стране, даже в рамках партнёрских договоров и так далее. После этого будет очевидно, готов ли Си Цзиньпинь действительно активно модерировать тему войны и мира в Украине, или это только элементы давления Китая, которые были предприняты накануне визита в Москву? – Михаил, в сложные и одновременно интересные времена живём. Я вот следующую новость не знаю, как корректно озвучивать. Вы сказали о том, что российские пропагандистские СМИ яростно освещали прилёт Си Цзиньпина в Москву, не менее яростно они освещали поездку Путина на территорию временно оккупированного Крыма и временно оккупированного Мариуполя. И тут, конечно же, вопрос, потому что тут он за километровым столом сидит, встречается со своими же причём, да, с Шойгу, с Герасимовым и так далее. А тут вот якобы разъезжает по ночному Мариуполю. Можете объяснить, что это было? Вы знаете, жизнь всегда тяжёлая, но она всегда прекрасна, потому что мы живём один раз. И очень хорошо, что мы можем тратить своё время на решение каких-то важных задач, для того чтобы всё-таки мир выглядел чуточку лучше, чем он выглядит. Это первое. Второе, что касается визитов Путина, куда бы то ни было, они не имеют никакой ценности и, по сути, не вызвали никакого информационного интереса, ну, серьёзного информационного интереса, потому что сегодня Путин не является ньюсмейкером. И любые его визиты не несут никакой смысловой нагрузки и не влияют даже на внутренний пропагандистский рынок в Российской Федерации. Они не морализуют дополнительно российское общество. Российское общество сейчас находится в состоянии, скажем так, аффекта. Оно готово бы в любой момент взорваться. Имеется в виду не в политическом смысле слова, а взорваться с точки зрения обмана, который характерен для современной России. То есть Россия, я имею в виду политическая элита России, обещала своим гражданам безопасность как таковую, а сейчас мы видим нарастающее количество инцидентов в России. То есть, грубо говоря, российское сообщество чувствует, что оно не находится в безопасности, оно изолировано от мира, оно потеряло много тех преимуществ, которые еще год-два-три назад у них были. Ну, до 2014 года так вообще Россия была достаточно открытой страной для мира. И, соответственно, с 2014 года все это ухудшается, и сейчас это практически закрытая лагерная страна и так далее. И у них есть претензии к Путину. Поэтому вот эти визиты, они скорее носят такой, знаете, ритуальный характер. Тут еще надо выяснять, действительно ли это был, собственно, Путин. Хотя, опять же, даже это уже не имеет никакого значения. Путин, в принципе, за этот год потерял ценность свою, единственную ценность — это страх перед ним. То есть и страха перед Путиным на следующий день в мире не существует больше. В том числе этот страх постепенно уходит из российского общества. И это, конечно же, приведет к глобальному внутреннему бунту, который трагедийно закончится не только для Путина, но и для членов его ближайшего окружения. Поэтому сам визит, скорее, это как такое, знаете, анекдотическое проявление того, что Путин истерически пытается нащупать правильную линию поведения сегодня. То есть вот вы, давайте вернемся в довоенное время, вы помните, или даже когда он объявлял войну, помните, такой мощный старик сидит за столом, держится за этот стол сквозь зубы, рассказывает, как он будет убивать Украину, уничтожать и так далее. Люди действительно с одраганием это смотрели, потому что считали, что да, действительно у него есть для этого ресурсы. Сейчас ты смотришь на человека, который абсолютно ничтожен, то есть который совершенно неадекватно оценивает то, что происходит вокруг, совершенно неадекватно себя ведет, абсолютно малограмотный, с точки зрения элементарной эрудиции, абсолютно отсутствующий. То есть человек, который, наверное, последнюю книгу читал в первом-втором классе, и, наверное, это был букварь, потому что он исключительно по блатной фене общается и так далее. То есть словарный запас ничтожен, интеллект ничтожен. И, наконец-то, вот лицо Путина очевидно для всех. И его вот эти действия, такие, знаете, нервные дергания, когда он куда-то приехал, якобы за рулем пропуская фуру в Мариуполе, который разрушил и так далее. Это выглядит чисто в криминологической доктрине. Это выглядит как такое вективное поведение человека, приехавшего на место, где он совершил массовые убийства. Вот Путин испытывает эту тягу. Мы всегда знали, что он извращенен в этом плане. То есть ему очень нравится просматривать кадры массовых истязаний, убийств и так далее. То есть вот в данном случае человек приехал на место массовых убийств для того, чтобы пропитаться энергетикой этого места. Понимаете, Мариуполь же ведь это символ, именно один из ключевых символов в этой войне, разрушения гражданской инфраструктуры, массовых убийств гражданского населения, которые Россия ведет в Украине. И, соответственно, человек приехал подпитаться этой злой энергией. Не более того. Да, это символизм, но я напомню, что Путин склонен к обрядовому типу политического руководства. То есть он периодически собирает на те или иные культовые обряды то шаманов, то, что ему обеспечивал. Есть такой еще один субъект, очень интересный, оригинальный. Шойгу обеспечивал ему вот этот шаманизмом обрядовость. А сейчас есть такой еще у него партнер Ковальчук. Очень интересный, кстати, типаж, рекомендую изучить. То, что делает Ковальчук старший, Юрий Ковальчук. Так вот у него там новые культовые обряды через старцев тоже проводить какое-то очищение энергетических полей. Вы понимаете, кто это? Ну то есть в современном 21 веке кто такой Путин на самом деле? И вот он приехал для того, чтобы впитать эту агрессивную энергию, не более того. Но, а если говорить серьезно, с политической точки зрения, особенно с внешнеполитической точки зрения, эти визиты Путина и его выступления, его те или иные заявления не несут сегодня никакой смысловой нагрузки. Он не является сегодня модератором тех процессов, которые, к сожалению, война будет продолжаться еще какое-то время. Но, тем не менее, Путин не является модератором определяющих правила, по которых эта война развивается. Еще об одном субъекте хочется вас спросить. Пригожине, вот он спрогнозировал наступление вооруженных сил Украины на Белгород этой весной. Мол, цель такого удара – дестабилизация внутренней политической обстановки в России, а также для получения преимущества в будущих переговорах. Причем губернатор Белгородской области утверждал, что это невозможно и никто ни на кого не будет наступать. Информация не соответствует действительности. По-вашему, зачем эти информационные вбросы от субъекта Пригожина? Первое. Губернатор Белгородской области – человек, который абсолютно неадекватен с точки зрения понимания процессов, происходящих и в его области, и в принципе в этой войне. Поэтому реагировать на этих губернаторов в приграничных областей нет ни малейшего смысла. Что касается Пригожина. Пригожин сейчас делает свою фундаментальную ставку. И абсолютно, на мой взгляд, у него есть шансы в этой ставке получить какие-то дивиденды. Ключевая его ставка – это доказать, что военно-политическое руководство Российской Федерации недееспособно, а военная часть вообще требует немедленной замены. То есть, грубо говоря, Пригожин сейчас обуславливает свое право занять место, ну, если не Шойгу, то, по крайней мере, кого-то из ключевых руководителей СВО. Шойгу, в принципе, вернее, не Шойгу, а Пригожин, в принципе, абсолютно в этом плане прогнозируем. Он точно понимает, как вести эту войну, и он гораздо более эффективен. Давайте с точки зрения именно оперативно-тактических особенностей, чем весь классический генералитет российской армии. На мой взгляд, российский генералитет не понимает все опасности Пригожина и, соответственно, достаточно инертно реагирует на его заявления, которые, на мой взгляд, несут для российской вертикали чрезвычайные риски. Ну, то есть, грубо говоря, Пригожин через какое-то время сможет действительно объявить об арестном этапе в жизни того же Шойгу или того же Суровикина и так далее, и тому подобное. Это будет естественным развитием внутреннего конфликта в российской армии. Почему он делает именно заявление о наступлении? Ну, мы же с вами фиксировали неоднократно, что Украина не будет атаковать российскую территорию. Украина будет полностью и жестоко атаковать все, что касается российских оккупационных войск находящихся на территории Украины. Ну, то есть, имеется в виду и в Донецке, и в Луганске, и в Запорожске, и в Герсонске, и, безусловно, на полуострове Крым. Потому что это в рамках международного военного права абсолютно законные цели. И никаких претензий с юридической точки зрения в Украине никогда не будет. В отличие от России, которая за нахождение с 2014 года на территории Украины, в любом случае, теперь, вы понимаете, после ордера МКС, в любом случае, юридические преследования в объеме России будут достигать через год, два, три и десять. И все военные преступники понесут наказание. Михаил, спасибо вам большое. Мы ограничены во времени, к сожалению. Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса президента Украины, говорили о действиях Путина, его последних визитах и визите СИИ в Москву. Спасибо.